Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами на Блошином рынке на территории Музея Москвы. Когда-то здесь были провианские склады. Ну а сегодня Блошиный рынок. А сколько ваши чашки эти? Которые? Вот, красные. Это сервис весь. А? Две тысячи. Сервис две тысячи? Нет, нет, нет. Вот, Сюжки, смотри. Это чашки? Слышишь? 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 Ну там целая коробка, надо лазить. Ну что, шапку не возьмёте? А лучше дать мне посмельчить. Ах, какие славные шкатулочки, просто замечательные. Мне попросили с ней чайные пары, чайные сервисы. И я вот их показываю. Продолжение следует... Продолжение следует... 500 блюда и 500 рублей птичка. Продолжение следует... 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 то я сразу решила, что это как раз то, что мне нужно. Очень стильная бижутерия. Очень стильная. Рассматривая эти клипсы с обратной стороны, я увидела клеймо, на котором было написано «Монет». Ну и я сразу поняла, что надо брать. Более эти украшения были очень дешевыми. Бижутерия «Монет» продумана до мелочей. Никаких стандартных швенц и креплений. Только именные детали со штампами. Декоративные застежки в виде губок или каблучков. Изящные фактурные эмали. Богатые декоративными элементы. Витые цепи с рифлением. Качественное позолотое. Гениальные сюжеты образов. Бижутерия «Монет» смотрится очень дорого. Украшения по-настоящему стильные, долговечные. Для их изготовления используются качественные сплавы и покрытия, которые не линяют от пота. Великолепный прозрачный пластик применяется, выдерживающий испытания временем. Это то, для чего мы идем на блошиный рынок. В поисках сокровищ. Там же я нашла и очень похожий зажим для платков. Но это уже другая фирма. В 70-е годы бренд настолько был популярен, что коллекцию заказывали за несколько лет вперед. Многие магазины США. С 1966 года украшения поступили на международный рынок. Компания даже приобрела права на издание бижутерии для бренда «Ивсен Лоран». Небольшая фирма из семейного бизнеса превратилась в много профильного гиганта, охватившего весь рынок. И то, что я купила эти клипсы – моя большая удача. Компанию создали братья Майкл и Джозеф Черноу. В 1926-1927 годах они направились в Нью-Йорк, где попытались основать автомобильную корпорацию. Но их планы нарушила Великая депрессия, экономический коллапс. Однако инициалы «Монокрафт», которые должны были стать брендом, предприимчиво младые люди использовали в качестве наименования украшений. Работали братья сами, ручная работа была высоко оценена, и фирма начала процветать. В 1937 году был запущен дочерний бренд «Монетт». Отбладая тонким художественным вкусом, братья создавали из ювелирных сплавов актуальные украшения для женщин. Проекты были просто уникальны. Как ни старались конкуренты, они не могли изобрести нечто аналогичное, а могли только повторять уже готовые идеи. С тех пор компания преобразовывалась, продавали ее, выкупали. Однако многие коллекции «Монетт» до сих пор перевыпускаются. Дубли растили 30-90-х годов. Старинные залежи можно найти на интернет-аукционах, причем за смешные деньги. И это отличная гарантия от подделок. Надеюсь, вам было интересно. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До следующего фильма, в котором вы увидите мои остальные приобретения на рынке.